День за днём День за днём День за днём Обычно субботники проходят в апреле, так как у нас в этом году пандемия COVID-19, всё это переложили на неопределённый срок. Сейчас ограничения ослабили. Решили мы в этот прекрасный летний день провести субботник нашей организации. Хороший пример для подрастающего поколения. Сделаем город чище. Сотрудники МУП ККП и просто жители Десногорска вспомнили о своём весеннем долге перед городом. Апрельский субботник прошёл с опозданием на 4 месяца. Но планы участников мероприятия от этого не изменились. На повестке дня навести порядок во всех районах Десногорска. Раньше мы всегда выходили на субботник. И убирались. И вспомнили, и увидели объявление сегодня, что 14-го числа будет субботник. Мы вышли, решили подмести около дома цветочки свои пополоть. Конечно, чистоту города и так поддерживают ежедневно. Но главное отличие субботника от привычной регулярной уборки – это повышенный объём работ. Это помывка стёкол, которая, конечно, у нас не каждый день происходит, но мы стараемся всё равно убрать. Вывоз мусора, покраска малых форм, покраска урн, покраска скамеек. То есть всё, что мы должны сделать, сегодня обхватить из этого перечня и выйти за рамки его в этот день. В мероприятии приняли участие более 200 человек. Это сотрудники коммунального предприятия и местные жители. Активность последних в этот раз была невысокой. Но если соответствующее желание вдруг появится, прибраться в своём дворе можно в любое время, не дожидаясь субботника. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Поисковые отряды продолжают разгадывать загадку Великой Отечественной войны, её сражений и участников, погибших на поле боя. Вернуть из небытия недавно удалось и солдата Красной Армии, который погиб на Ельнинском выступе в Смоленской области. Частью Смоленского сражения, которое в конце лета 41-го года задержало натиск фашистских войск, стала и наступательная Ельнинская операция. Завершившись 8 августа 41-го, её жертвами стали более 10 тысяч советских бойцов. Среди них красноармеец Александр Богачёв. В полосе наступления этой дивизии, значит, недалеко, буквально от деревни, был найден этот солдат. Лежал он на краю воронки. Вот, благо, земля там после войны не обрабатывалась. Вот так он был найден. Останки Александра Богачёва были подняты 25 апреля на месте его гибели бойцами поискового отряда «За Родину». Красноармеец 1901 года рождения оказался уроженцем села Заполье Псковской области. Благодаря сохранившемуся медальону удалось найти и его родственников. Впереди долгий путь домой. Часто бывает так, что ребята поднимают бойцов, но не имеют возможности транспортировать его на расстояние 4-5 тысяч километров. Россия у нас большая, и этот путь становится просто физически невозможным. Мы создаем все условия, чтобы все необходимости покрывались сполна. Спустя 10 часов и 700 километров пути делегация прибыла в родные края красноармейца. Отсюда в 1941 году Александр Богачёв ушел на фронт, вернуться с которого он смог лишь спустя 79 лет. «Я очень рада, что наконец-то мы узнали, что дед наш погиб, геройски погиб в сражении с фашистами. Что мы теперь знаем, где могилка деда, что душа его упокоится. Ведь мы так и не знали о нем ничего. Только то, что у нас был дед». Александр Богачёв в кругу родственников и неравнодушных людей с почестями был предан земле в родном краю, тем самым став в один ряд с такими же героями, которые отдали свои жизни, защищая родину от врага. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Деснатова. Мы запускаем серию репортажей, посвященных юбилею атомной отрасли. Эта тема важна, поскольку от работы предприятий, которые находятся и в нашем городе, зависит экономическая мощь и безопасность страны, а также будущее всей атомной энергетики. Сегодня поговорим об уникальном медицинском аппарате «Тианокс» для терапии оксидом азота при различных заболеваниях у взрослых и детей. Аппарат может использоваться в блоках интенсивной терапии, отделениях аностезиологии, реанимации, кардиоцентрах, отделениях неонатологии и перинатальных центрах. Разработка защищена пятью российскими патентами. Мы разработали аппарат и технологию, которая позволяет синтезировать оксид азота из окружающего воздуха в газовом разряде непосредственно во время проведения терапии. То есть у нас в воздухе есть и кислород, и азот. Мы подобрали так характеристики диффузного разряда, что выделяем нужные нам компоненты и получаем на выходе чистый газ НО, который может быть использован для ингаляции. Аппарат «Тианокс» – это уникальная разработка саровских ученых. Он будет спасать жизнь кардиобольным, а в перспективе и пациентам с коронавирусом. Новый аппарат из воздуха генерирует целебный газ – монооксид азота, который снижает давление в малом круге кровообращения. Каждому четвертому кардиобольному в мире, чтобы провести операцию на сердце, нужен такой аппарат. Составные части аппарата – это генератор оксида азота, где внутри расположена плата управления, расположены источники питания, помпа. Но самое главное – там находится та разрядная камера, это сердце всего аппарата, где и происходит в результате плазмохимической реакции синтез оксида азота из окружающего воздуха. Новый прибор компактен и удобен в применении. Разработчики много часов провели в реальных операционных и наблюдали за хирургами. В итоге сделали «Тианокс» максимально эргономичным. Тут бы стоял аппарат, который по размеру в два раза больше, чем этот. Стояли бы два 10-литровых баллона, в которых вкручены шланги, был бы еще ротаметр, еще один газоанализатор для контроля терапии. Разработчики и медики надеются на то, что «Тианокс» найдет и свое применение при лечении коронавируса. Оксида азота – уникальный газ, расширяет сосуды только в легких, и поэтому значимо улучшает газообмен. «Тианокс» уже с успехом прошел испытания на взрослых пациентах и детях при грудном вскармливании. В ближайшее время разработчики надеются получить в Росздравнадзоре регистрационное удостоверение, которое позволит запустить промышленное производство аппаратов и внедрить их в реальные клиники и больницы. Продолжит выпуск сюжет о строительстве атомной станции «Курская АЭС-2», которое на ближайшие десятилетия станет флагманом атомной энергетики не только России, но и мира. Генеральный подрядчик работ – инжиниринговая компания «АСЭ». Главная строительная площадка «Росатома» находится сейчас в Курской области. Здесь, рядом с городом Курчатов, строится уникальная атомная электростанция «Курская АЭС-2». Уникально ее делает то, что сооружается она по принципиально новому проекту ВВР «ТОИ». Это кардинально новое решение по компоновке, по внутрикомпоновочным вопросам, по корпусу реактора, более энергоустойчив, снижена подверженность нейтронному излучению по сварным соединениям. Новая компоновка, собственно, реактор, парогенераторы, ловушка расплава – это та цена безопасности, которая может быть достигнута только в передовых странах. Собрав в себе все лучшие наработки российских проектировщиков в области безопасности и производительности «АЭС», ВВР «ТОИ» позволяет строить современные типовые станции, проектируя их не с нуля, а имея уже более чем наполовину готовый проект. Это позволит «Росатому» строить атомные станции еще быстрее и дешевле. Мы не стоим на месте. Фабрикация топлива для этих установок, новое топливо, новое оборудование, новый измененный корпус реактора, компоновка другая, система безопасности, оно показывает преимущество, цена-качество для массового производства за рубежом в том числе. Это показывает, что мы идем опять на кооперацию, где показываем наши достижения и зовем вперед, и это получается. То, что проект соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым КАЭС, подтвердил факт получения его разработчиками сертификата соответствия требованиям европейских эксплуатирующих организаций, вручаемого организации европейских энергопроизводителей, что подтверждает его способность быть представленным также в Европе, где требования к безопасности АЭС самые высокие. Первые два блока действующей Курской АЭС отработали уже более 40 лет и должны быть выведены из эксплуатации в ближайшие годы. Строящаяся станция замещения после ввода в строй позволит потребителям электроэнергии Центрального федерального округа, среди которых, например, крупнейшей в стране сталилитейный комбинат, продолжать ритмично работать, не испытывая энергодефицита. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова